А теперь к новостям спорта. В Славянск-на-Кубани приехали сильнейшие боксеры со всей страны. Здесь в спортивном комплексе «Лидер» проходят финальные соревнования по боксу в рамках 8-й летней спартакиады учащихся России. О торжественном открытии спартакиады, а также о том, как прошли первые поединки, смотрите в материале моих коллег. Более 120 лучших молодых спортсменов страны приехали в Славянск-на-Кубани, чтобы бороться за звание победителя. Наш город уже давно стал центром проведения боксерских соревнований различного уровня. Но финал летней спартакиады учащихся принимает впервые. Для Славянска это очень почетно, очень хорошо, потому что ребята, ну, во-первых, здоровый образ жизни. Ребята приходят и видят такое зрелище. Не нужно никуда ехать, ни в Москву, ни в Питер. Можно посмотреть Славянск на Кубани. Для нас это престижно. То, что нас оценили в России, нам дают такой уровень соревнований. Первые места здесь получают звание мастера спорта России. Это тоже очень здорово. Восьмая летняя спартакиада учащихся России стартовала ещё в начале июня. В этом году за высшие награды борются более 8 тысяч спортсменов из 80 регионов страны. Всего в программу включены соревнования по 44 видам спорта. И не случайно для проведения борцовских спаррингов был выбран Славянский ринг. Славянск почему? Потому что это одно из тех мест, которые активно принимают участие в физкультурной и спортивной жизни не только Краснодарского края, но и Российской Федерации. Мы видим представителей Славянского района и на Олимпийских играх, и на чемпионатах мира. И они активно участвуют в их спортивных и физкультурных мероприятиях края. Это один из тех регионов, которые очень активно и очень умело участвуют во всей физкультурной жизни края. На торжественном открытии соревнований участников спартакиады поприветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Я хочу сказать большое спасибо. За сборную команду Краснодарского района. Да. Вы нас отступаете на празднику Министерства спорта Краснодарского края. Также нашему себе вовременному человеку за то, что эти соревнования находятся именно в стране, в стране, в стране, в стране, в стране, в стране действительно праздник, потому что мы встречаем спортсменов и студий всей нашей большой страны. За сборную команду Краснодарского края выступают четыре боксера. Все они победители и призеры первенств России, Европы и мира. Причем среди участников есть и представители слабого пола. Бокс пришла, чтобы доказать, что я сильнее, что я лучше. А то, что говорят, что это не женский вид спорта, мне кажется, это неправильно. Почему? Ну, потому что нельзя делить спорт на мужской и женский. И женщины, как сказать, тоже достойны показать себя в этом виде спорта. Представители Краснодарского края выступают в четырех весовых категориях. Каждый из них мечтает продержаться на ринге до финальных поединков. Удастся ли им это сделать, станет известно 31 июля. Именно в этот день и определятся сильнейшие боксеры-юниоры и юниорки страны. О том, кто стал победителем, мы обязательно расскажем в следующих выпусках новостей.